Сегодня, месяц января, первый день, по юлианскому календарю, Церковь Божия празднует обрезание Господня и память святителя Василия Великого На престоле, на небесе, Господь, земли, осмодневен, а Матерь, изначально по Отцу, приемник законной обрезания, нашего ради спасения. И сегодня открывается Евангелие от Марка на слова «Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия». И дальше Марк, Евангелист, самый краткий из всех, переходит сразу к проповеди Иоанна Христителя. «Бысь Иоанн крестяй в пустыне, исходила к нему вся иудейская страна, и крещались в Иордане реке, исповедуя грехи свои». О чем говорит такая краткость? О том, братья и сестры, что покаяние и обращение ко Христу бывает у христиан кратким, как и учение веры православной, оно краткое, короткое, как и жизнь наша, короткое. Учение краткое, а жизнь по нему конца нет. Кто не обратился ко Христу, тот и крестившись не спасется. Это мы должны зарубить себя, видя события нашего времени, видя тяжкие искушения, которые вергают враг нас и наших ближних. Много званных, мало же избранных. Это проповедь покаяния обращена к душам сынов Адама и Евы, которые поняли свой грех, которые поняли свою смерть, которые поняли, что жизнь на земле без истинного спасения это не жизнь. И которые взыскали этого спасения, взыскали спасение, где его взяли? Спасение от смерти. Господь встречает такие души, и дарует познание о себе, привлекает к себе самому, сам он, такие души. И отметает братья и сестры лукавых и лицемерных, кто крестился лукавым. Было перестроено. Многие крестились. А что толку? Что толку, что они крестились, а потом предали Христа? Многие евреи крестились, например, а потом приняли гражданство Израиля. Это значит, что отречение от Христа. Это значит только, и не только в этих случаях, что они никогда его не знали, что они никогда к нему не обратились. И это значит только то, что они его никогда не знали. Не делали вид, или сами себе заявляли, что они знают, что они крещённые, что они верующие, что они православные. они никогда его не знали. Дорогие братья и сёпери, убоимся, убоимся этого незнания Христа. можно себя упоюдивать, можно себе понастроить воздушных замков, можно себя считать, будучи атеистом, глубоко верующим. Вообще-то верующим верующим никогда не скажет о себе, что я глубоко верующий. если вы видите человека, который заявляет о себе, я человек глубоко верующий. Вообще-то. Значит, это атеист. Это безошибочный критерий. Верующий, верующий говорит всю жизнь, Господи, умножь в нас веру, приложи нам веру. Апостолы это говорили, Господи, приложи нам веру. Не кто-нибудь, а Апостолы это говорили, Господи, приложи нам веру. Верую, Господи, помази мы ему неверию. Вот как говорит верующий. А не верующий, который думает о себе, что он верующий, он будет так говорить. «Я человек глубоко верующий». И вот, дорогие братья и сёстры, это очень и очень опасно. Потому что христианство – это опасное религие. мы ходим, конечно, по брифу, в том смысле, что шаг вправо, шаг влево. Поэтому мы перед чашей говорим, не лапзами, а дедан, как иуда. и мы всю жизнь ходим по этой брифу, и у нас совесть должна быть, как бриф, чтобы не предать Христа. И вот об этом надо. И молить, и плакать, и испытывать совесть. И как говорит апостол, испытывайте самих себя, верили вы, самих себя испытывайте, верили вы. что еще сказать? Все жители осветы, мы об этом говорим. О том, что их жизнь была подвигом вплоть до самой смерти, вплоть до последнего часа и вздоха своего. они хоть были благонадежны, хоть и уповали, имели непостыдную надежду, но боялись. Боялись. Как сказал, умираю великий похоже, да, я упокровал братья, да, я творил милостыню, но не знаю, им суд человеческий и им суд Божий. И мы, братья и сестры, должны трепетать внутренне, приближаясь к своей смерти, трепетать этого Божия суда. И видеть, что мы еще не начинаем настоящего покаяния. Кто говорит, знает, говорит апостол, тот еще не знает ничего, не знает так, как должно знать. отсюда и нищета духовная, величайшая добродетель. То есть, когда человек за собой ничего не знает. Его хвалят или там льстят, это смешно ему просто. И вот будем в преддверии крещения, праздника, свет, праздника посвящения, благоявления, просить у Бога нового покаяния, нового обращения ко Христу. Слушаемся в эту пробуе предтечки. Она обращена прежде, что к нравственности, к удиве одежды дальней мущим и так далее. И не начинайте в себе глаголы типа рождения Ехидды Мыча от Абраама. Но мы православный чадо Абраама действительно по духу поверить. Это так. Уже сетиры при корне древа лежат. Всякое древо, не приносящее плода добра, посекает его огонь в металле. И вот мы должны короче говоря, каждый я грешный должен видеть себя этим деревом еще не срублен. Этим деревом праздном, которое только землю упраздняет, которое только коптит небо, которое еще ничего даже не начинало. плоды все горькие, никчемные. Нескитопные, непотребные. И это не психологический прием. Упаси и будем всматриваться, вслушиваться, и взыскать, умеет этот голод, жажда пустын без водных, без хлебных пустын будем жаждать обещанную. То есть возникает жажда, духовная жажда, духовная жажда. возникает ли она? Дети в школе учат стихотворение Пушкин известное, духовная жажда томим. А многие из нас были томимы в жизни своей духовной жажды. Многие по-настоящему обратились ко Христу, о котором говорит сегодня проповедник покаяния. Я просто ищу крещением покаяния. То есть это первый этап, так сказать, нашей жизни, когда мы познаем, что мы сами себя за волосы не можем из болота вытянуть. То перед нами могила, а мы не хотим в могилу, не можем с этим смириться. Грехи наши идут переди нас. Мы видим нашу жизнь совершенно обреченную. Бессмысленно. Что такое жизнь, обреченная на смерть? И вот отсюда для этих людей звучит следующая проповедь уже. Он воскресе Духом Святым. Действительно, Господь крестит нас Духом Святым в жизни вечной, огнем и кровью. Новым рождением надлежит традиция. От воды и Духа верующая в Меня обретет источник воды живой. Из чрева его потекут воду в жизнь. И не в жаждах никогда даже. Вода, которую Ему дам я сделаю в Нем источнике текущим жизнечением. Господи, дашь мне такую воду пить. Вот что говорит Самарянка. Господи, дашь мне такую воду пить. Вот жаждущая душа. Вот истинная христианка уже созревшая. Такие люди не предадут Христа. Такие люди не сползут. жажда комфорта в этом мире ценой предательства. Никогда. А основой все братья и сестры вот это покаяние и истинная жажда. Сколько мы видели таких людей Божьим Казалось бы они обратились. Было время поваянных крещений. И где они теперь эти люди? Многие занимают даже большие высокие церковные посты. Но очевидно, что не никогда теперь это очевидно, что не никогда не обратились ко Христу. Никогда. Их крещение не предшествует обращение ко Христу. Тому самому, который крестит вечную жизнь. Но наше дело выставить и выдержать не оглядываясь ни на кого. С праздником вас, дорогие братья и сестры. Аминь. Аминь.